Ребятушки, всем привет! Я на рынке забежала за помидорами, за огурцами. В общем, помидоры, сливки пошли. Уже сливки 80. А розовые 60, да, помидоры? Нет, розовые. А, 80. Картошка 40. Вот розовые. Так, или бурган 100 рублей. А, эти почему по 60? Они этот, видите. А я еще смотрю, кого-то там из блогеров видела, думаю, они говорят, что 100 рублей помидоры у нас. Думаю, да нет, у нас вроде дешевле. А эти целенькие по 100. Перцы 70 рублей килограмм. Все по 70. Ну, перец хороший, красный. Уже сливки пошли. Так, а здесь у нас что? Все то же самое или нет? А эти по 40, потому что этот, ну, мелкие. Сейчас, сегодня понедельник, поэтому сегодня рынок такой ширенький, можно сказать. Выбор особый. Ну, шмыси, выбор-то есть, конечно, но... Так, нектарин. 120 слива. Это гранклёд, кстати, вот этих с ума сходят. Какой он так эту сливу любит. Надо будет взять. Так, перси. А, нектарин крупный, 130. Так, перцы, перцы, зелень, зелень. Вот, кстати, да, мне надо сейчас взять зелень. Зелень и перцы. Ой, зелень и помидор с огурцами. Так, а вот вообще по 150 помидоров. Это Азербайджан. Вот по 100. Ладно, пошла я обратно. Там возьму. Яблоки 100. Всё, девчата, взяла. Представляете, прислала, тоже забыла. А у меня денег не было. С карты, перевод. Думаю, ой, туда я возьму всё в одной точке. Потому что, если я буду, там где-то что-то брать, там где-то что-то брать. Это останавливаться, деньги переводить. Изя вот на ободной палатке взяла. Всё, и помидоры, и огурцы. Помидоры, огурцы. Что-то я ещё взяла. Так, чеснок у меня есть пока. Лук есть. А, кукурузки взяла тоже. Кукуруза 35. Перец вон и 50 есть. Варёная кукуруза 3 штуки 100 рублей. Сейчас с Эдиком на выходе ещё арбуз возьмём. Всё, видите, сегодня рынок такой. А почему сейчас картошка? По чём картошка у нас? Картошка 25. Картошка 25, 30. А вот эта крупная по чём? 50. Ага. Всё, всё. Крупная 50. Если мешком берёшь, 45. Ну, у нас такую крупную, это вот в огородах, да, у кого-то, это вообще нереально такую крупную вырастить. Я ни у кого такой не встречала никогда. И у нас никогда такая не вырастала. Вот где она растёт, такая картошка? Даже если местная, как они её там удобряют, наверное. В общем, арбузы по 30. Я вспомнила, в том году мы у него постоянно брали. Такие были хорошие арбузы. А я за него и забыла. Сейчас машину увидела, вспомнила. Правда, они огромные такие. Боже мой. Когда ж мы его съедим? Этот вообще огромный. Ну, попрошу сейчас, чтобы помельче что-нибудь выбрал. У меня что-нибудь небольшое такое. Ну, среднее только. Ну, не самое огромное. А дыни почём? Дыни 70 и 80. Эдик, привет. Выбирали, выбирали. В общем, это самый маленький, девчата. 12 килограмм вышел. Даже больше. Ну, на 370 рублей. 300, да. Ну да, 12 с половиной килограмм. Вот это конь. Помнишь, мы же у них в том году только у них и брали, да? Такие арбузы были шикарные. Я что-то за Евгенством году за них забыла. Ребятушки, в общем, Эдик мне меняет ящик на кухне. Ой, ну, в смысле ящик, как это? Направляющие. Направляющие. В общем, в кухне, видите, они шли просто пластмассовые. А у меня вот этот ящик, он самый главный такой. Ну, то есть, такой вот он у меня всегда под рукой. И что-то начал заедать. А Эдик сегодня купил мне вот эти направляющие железные. Ой, теперь я вот этот ящик понаскладываю. А я его еще и специально не перегружаю. Думаю, может быть, думаю из-за этого. Тоже вот делают. Вот как можно вот это, да? Тем более в кухне пластмассовые сделать. Ну, это с ним шло. И когда я сегодня брал, он сразу сказал, ну, у меня вот такие стоят. Он говорит, ну, они фигурные. Ну, да. Так, может, потихоньку... Ну, у меня больше ни один ящик не заедает, кроме этого. Может, так потихоньку, потихоньку и все их переменяем. Ну, вот красота какая. С четвертого раза. С четвертого раза. Там же те дырки не подходят, то, что старая была. Вот. И Эдик, то выше прикрутили, то ниже. То выше, то ниже. Ну, в общем, с четвертого раза. О, как по маслу теперь. Да, чем вот эти, родные, деревенские. 250 рублей делов. И надо было сразу взять на те ящики. Видишь, они гремят вот эти делали. Да, это плавненько так работает, железные. Да, потом со временем вот эти два поменяем. Как-нибудь на досуге, пока они вроде работают. А так здесь больше у меня в кухне выдвижных ящиков нету. Все такие открывающиеся. Ой, ну я довольна. Сейчас я этот ящичек подзагружу. Эдик, у тебя этот абонемент теперь на всю жизнь, слышишь? Это когда последний раз ты, папа, подстригала? Сколько прошло? Беремо две недели назад. Две недели. Тимур теперь хоть с опрятной головой ходит. Ворчал, ворчал. Ворчал. Салон красоты. Вынесли зеркало сюда. Салон красоты разбили. Где Шанька наш? Что-то убежал куда-то. С Камилой. А, с Камилой? А, Камила же гулять ушла в парк. Вот это он с ней по вечерам в парк ходит, гуляет. А вчера какая-то большая собака прибежала. И он, Камила говорит, а он, говорит, замер и стоит на меня смотрит. Типа, Камила, давай, защити меня. Вот он, пришел. А Камилу где оставил? Камилу где оставил, Шаня? Где Камила? Скажи, устал я с ней гулять, да? Для Эдика новая процедура. Сидим, сейчас смеемся. Алина говорит, пап, давайте, говорит, брови аккуратно сделаю. А он же никогда такое не делал. В общем, доверился. Сидим, смеемся. Сидим, смеемся. Он говорит, Алина, смотри, мне полностью не сброю их. Помолодел. Помолодел? Да, девчата, действительно, это просто небо и земля. Вот плавненько так открывается, закрывается теперь. Вот, и этот громыхает. Слышите, как? Вот, пластмассовые какие-то. А это железные, это все теперь. Ящик полноценный. Так что, да, надо будет сюда мне тоже взять эти направляющие. И пускай этих заменит. Даже просто сам звук, хоть они и работают, но просто сам звук какой. Слышите? И это ничего не слышно. Вот, 250 рублей стоит. Они же вот эти мебельщики, да, они же вообще это еще дешевле где-то находят все эти комплектующие. Ну, почему нельзя вот нормальные поставить сразу, изначально? Полить бы надо. До воды у нас уже два дня нету. Вот просто с крана капает, и насос не помогает, и насос даже не тянет. Вот, хотя бы сейчас вот в горшках полью то, что вода есть. А это, знаете, что вот, где геотекстиль не попадал, мы же его, видите, не закрепляли. Вот здесь, значит, в этом месте геотекстиль не попал. Вот травка проросла. Но это, знаете, по сравнению с тем, как вот это полоть ее. И вот, да, вон геотекстиль, видать, где соединение шло. Вот так вот просто выдернуть не составляет, конечно, никакого труда, чем вот клумбу брать и просто полоть. Так что мы не то, что поливать. Так воды особо нету. Хорошо, вот в кулере есть, там на кофе, на что-то еще. Сейчас поставлю бочку. Ух ты, ой, а я эту красавицу и не видела. Сейчас поставлю бочку. И вот, девчата, моменты буду осенью переделывать. То есть геотекстиль плотно не зашел. Вот к этой ленте, видите, местами тут пробилось, тут пробилось. Потом уже осенью сгребу вот эти камни, доложу туда куски этого геотекстиля и закреплю скобами. Вот. Не везде, вот в этом месте и в этом месте. Вот в том месте прорезла, где нет геотекстиля. Здесь нормально все. Здесь вот кусочек тоже пробился. Ну, короче, надо будет просто подделать мне эту клумбу, до ума довести. Это не критично, конечно, но я и даже не хочу, чтобы вот такое вот росло. Вот. Я эту даже и не видела, эту розу. Это свеженькая. И вот эти, которые в горшках, я их тоже пересажу. Ну, не знаю, либо в пасмурные какие-то дни, либо осенью уже. Пускай они лучше в земле растут. Но под наш климат это не подходит, наверное, розы в горшках выращивать. Потому что пекло такое просто невыносимое. Ну, куда, 50 градусов на солнце. А вот это вот тоже красивое. Ну, что-то я не пойму. Вот это роза. А вот это сбоку что растет? Они же, бывает, еще шиповник выпускают. Вот это случайно не шиповник. Здесь вот нету никаких, ничего, никаких бутонов. И что-то такое странное здесь растет. Хотя это, по-моему, один куст. Ой, а вон еще бутоны, еще бутоны. Так, а эти отсвели. Не заходило. Вот это как жара началась бешеная. На клумбу и не заходила, и ничего не делала, и даже не любовалась, и даже не смотрела. Вот эти соцветия надо оборвать. Здесь тоже новые бутончики пошли уже. Да, роза это, конечно, королева сада. Что там говорить. И жара ей нипочем была. И такого ухода особого не требует. Ну, поливаем так, по мере возможности. Так, вот эти тоже отсвели надо оборвать. Вон новые тоже бутоны пошли. И вот эта ж она будет, наверное, до морозов, до морозов, да? Что еще надо лучше этого цветка? Так что розы я буду прям много и осенью посажу, и весной следующий посажу. А вот сейчас уже, видите, темнеть начало. Уже прохладненько стало. Даже утром мы сегодня ездили там в одно место. У нас был очень ранний подъем. И я утром встала, замерзла. Пока в кухню пришла, замерзла. Вернулась, одела махровый халат. Потому что холодно. А днем все равно уже сыра стоит. Ну, не адская, конечно, такая. Но, тем не менее, она есть. Вот эти тоже елочки хорошо подросли. Были же такие вот вообще прям никакие. А сейчас уже что-то вырисовывается в них. А елкам, видите, петунии это все погорело. Розам тоже в горшках некомфортно. А елочкам прекрасно. Елочки я тоже буду в этом осенью досаживать в кашпо. Мне понравилось, как они себя в кашпо ведут. Несмотря на такую жару ужасную. Ничего там не пожелтело у меня. Ничего не это. Да и эти тоже, вот видите, нигде не пожелтели от такой лаванда уже. Вот, кстати, с лавандой, что с ней делать? Ее же там потом надо будет обрезать вот эти соцветия. Зацвела уже, видите, во все. Запах такой, ну, не сказать прям, чтобы мне прям очень сильно нравился. Ну, какой-то такой специфический, но и не отталкивающий. Так что клумба, девчата, я, конечно же, ей довольна. Но надо будет делать ей небольшую коррекцию. Мы-то первый раз с этим столкнулись. Поэтому делали как могли. Но есть недочеты. Но они, конечно, исправимы. Бархатцы мои. Шанька под бархатцами. Шанька. А, Шанька? Алина пошла Камилу встречать. Камила гуляет. Дети тоже выходят в парк, гуляют. Все лето сидели-сидели. А вот сейчас перед школой начали созваниваться, выходить гулять. Но я никогда, у меня нету такого, чтобы я ее не отпускала гулять. Она всегда, мам, мне там позвали. Девочки, можно? Я говорю, конечно, можно. А что, каникулы? А что делать, если не гулять? Так что все хорошо здесь. Все прекрасно. А представьте, вот, если бы я это не сделала, и вот это, ходи по жаре такой, поли вот это все, и цветов никаких не захочешь. Не цветы ради тебя, а ты ради цветов. А так вот цветы ради меня вышла, полюбовалась. Там что-то выдернула, тут что-то выдернула по мелочи, и все на этом. Так что я насчет этой клумбы, девчата, вообще не жалею. Ну, хотя время еще покажет, что сколько ей. Не так уж и много, да? Красота.